Саратовская полета А также руководство саратовских авиалиний На обсуждение пришел и Александр Ландо Который больше всех старался найти корень проблемы В противовес высказываниям общественника туроператоры подчеркнули, что благодаря саратовским авиалиниям международными перелетами пользовались не только саратовцы, но и жители соседних регионов. За последние два года нареканий на саратские авиалинии не было ни одного туриста. То есть все рейсы выполнялись вовремя. Рейсов было поставлено большое количество. Я не могу, конечно, говорить о том, что кто-то говорит, что самолеты плохие, кто-то говорит, что самолеты хорошие. Но я сама еще раз говорю, у меня само образование самолетстроения. Я очень хорошо знаю, что такое Як-42 и знаю, как он летает, каким образом он летает. В принципе, я в защиту Саравии. Нам было все замечательно. Мы хорошо летали, большое количество людей отлетало. И это было не только лето, но была зима. И зима только началась второй год. А лето – это действительно большой поток. И вот мы можем говорить сколько угодно, но для нас сейчас самая главная задача действительно – это лежит на плечах Саравии, о том, чтобы эти полеты вознагновились. Поэтому это во всех, в общих интересах. Египет, Турция, Греция и Болгария. Теперь желающим посетить эти страны придется добираться до места через Москву, Самару или другие города, что значительно снижает транспортные возможности наших горожан. Поэтому участники «Круглого стола» общими силами намерены вернуть сертификат международных перелетов саратовской авиакомпании. А значит, у саратовцев вскоре снова появится шанс летать за границу из своего города. Продолжение следует...